дорогие друзья рады видеть вас сегодня снова в последний раз когда мы с вами встречались мы говорили о том как важно родителям следить за своей речью дома потому что наши дети многому учатся у нас более того это конечно же формирует и их речевое взаимодействие не только с вами но и с их ближайшим окружением сегодня мы с вами продолжим рассматривать библейскую модель воспитания и наш следующий принцип гласит так когда бог обращается к родителям он говорит что мы должны воспитывать их не только сидя в доме своем о чем мы говорили в прошлый раз но и идя дорогою что это значит дорога жизни у каждого из нас своя но этот принцип говорит о том что все что происходит в жизни ребенка все ситуации примеры все может служить для его воспитательного процесса например вы гуляете с в магазине или пошли туда за покупками и увидели ситуацию истерики другого малыша конечно же можно было бы сделать вид что ничего не произошло что вы не заметили и пойти дальше ну а можно по возвращении домой или после магазина прогуливаясь на улице обсудить увиденное все дело в том что дети не умеют расставлять правильные акценты они зачастую замечают совсем не то что мы хотели бы чтобы они увидели поэтому обсудите с ребенком сложившуюся ситуацию как он ее увидел что он запомнил как он к этой ситуации относится считает ли он такое поведение приемлемым для себя ну и конечно же расскажите ему как вы видите эту ситуацию что эта ситуация значит в ваших глазах как можно поступить в подобной ситуации наверняка ребенок закативший истерику что-то просил может даже требовал у своих родителей обсудить и с ребенком как решаются подобные вопросы знаете библия удивительная книга здесь есть очень много наглядных примеров которые мы как родители можем использовать своей жизни ну вот например если вы читаете новый завет то наверное обратили внимание как иисус а обучал людей которые ходили за ним он очень часто приводил пример вот знакомые для них образы сюжеты ситуации из их повседневной жизни например он рассказывал им о разных видах почвы говоря о том что сердца наши подобно этой почве и мы все разные и по разному информацию услышанную и увиденную воспринимаем также он говорил много о животноводстве потому что люди которые окружали его непосредственно сталкивались с этими вопросами ситуациями в своей жизни и они были очень понятны поэтому дорогие родители когда вы что-то смотрите с вашим ребенком или читаете какую-то книгу или находитесь на улице и видите какую-то ситуацию будь то в песочнице в магазине просто произошедшую на ваших глазах используйте каждую из них для того чтобы преподать урок своему ребенку как можно действовать как нужно действовать как поступить лучшим образом обсуждая ситуацию старайтесь найти несколько решений вообще возьмите за правило находить минимум три варианта а потом из предложенных выбрать лучшее тогда ваш ребенок всегда будет понимать что в любой ситуации можно найти не один выход а несколько будут уметь анализировать сопоставлять взвешивать и выбирать лучшее ну и конечно же мне хочется сказать что вот такое наблюдение за ситуациями вокруг оно развивает у ребенка не только понимание того что хорошо что плохо ну и помогает ему развить наблюдательность а дальше вы сможете преподать ему причинно-следственные связи то есть вы сможете обсуждать почему это произошло что повлияло на это как можно было этого избежать еще конечно же мне хочется сказать что чаще бывайте с ребенком на природе когда бог говорил что мы должны обучать их идя дорогою это значило и в принципе наблюдать за природой которую он сотворил не зря психологи рекомендуют людям находящимся в состоянии депрессии уныние апатии бывать на природе потому что вот красоты растительного животного мира тишина умиротворенность они благосклонно влияют на наш характер на наше самоощущение на наше восприятие происходящего еще мне хотелось бы сказать что когда мы с ребенком что-то обсуждаем очень важно чтобы именно вы расставляли правильные акценты как я уже сказала дети обращают внимание совсем не на то на что нам бы хотелось поэтому разбирая ситуацию поставьте правильный акцент на то как нужно действовать ему в подобных ситуациях конечно же все мы с вами понимаем что даже маленькие действия но совершаемые регулярно непременно приведут нас к цели иметь счастливых детей воспитанных здоровых с которыми у нас складываются замечательные отношения с вами была татьяна шимановская